Прошедшая Олимпиада вызвала в Китае очередной подъем интереса к физкультуре. Все больше поклонников становится даже у не слишком популярных видов спорта, таких как стрельба из лука, скалолазание и серфинг. Этому способствует и рост числа специально оборудованных помещений. Чтобы оседлать волну, жителям Поднебесной не обязательно отправляться на берег океана. Заняться серфингом можно и в бассейне, где создает волнение современная техника. В 2020 году серфинг включили в олимпийские виды спорта. И с тех пор он набирает популярность. Летние игры в Париже еще сильнее подогрели этот интерес, когда Ян Сэ Ци стала первой в стране серфингисткой на соревнованиях такого уровня. Надеюсь, что все больше людей станут следовать ее примеру. Интерес к немассовым спортивным дисциплинам ярко подтверждают цифры. В первом полугодии продажи шлемов для скалолазания выросли в Китае на 42% по сравнению с прошлогодним уровнем, а продажи костюмов для серфинга – почти в шесть раз. Растет и число мероприятий, посвященных нишевым видам спорта. В городе Суйфэнхэ провинции Хэйлунзян недавно прошли международные соревнования по стрельбе из лука в рамках 8-й китайско-российской спортивной конференции. В них приняли участие 260 спортсменов, в том числе 27 из России и 8 из Монголии. В индивидуальном отборочном турнире мне посчастливилось выступать вместе с китайским чемпионом по стрельбе из лука. Я сильно нервничал, но это был захватывающий опыт. Растущий интерес к таким дисциплинам в Китае хорошо сказывается не только на здоровье населения. Эксперты утверждают, что спортивные увлечения стимулируют потребление, а значит и экономику всей страны.